На одной из улиц Батуми вот так красиво обыграли, я не знаю, как сказать, цветник, камушки и цветочки растут, и мох, и вот такая бочечка, и столечек с пенечками, сядь на пенек, съешь пирожок. Классно очень. А мне вот нравятся вот эти бутылки подвисшие. Есть украинский флаг. Так прикольненько, классно. Всякое разное продается. Вот киви, это, кстати, грузинские киви растут в Грузии. Виноград тоже грузинский. Яблоки есть импортированные, а есть нет. Вот цены на апельсины, обратите внимание, значит, грузинские 3,50, турецкие здоровенные 4, гранаты 5, айва 4, ну и яблоки опять-таки 4, 4, 3. А вот такие маленькие есть тоже за рубль 50, скажем так. Авокадо у них дорогие, в среднем где-то 5 лари штучка. Вот, есть чурчхэла, вот одна. Это вот из сока сделано, значит, вот эта вот внешняя оболочка, и внутри она ставт с орехами какими-то разными. Там есть, в зависимости от орехов, тоже цена еще. А вот бутылочки и пальмовые листья. Не листья, а вот внутренность пальмы вот так вот в цветы собрана. Ну, короче, классно смотрится. И чача. Кстати, в Грузии все к чачи относятся очень спокойно и с радостью всем наливают. Даже если вы просто турист, проходящий мимо, либо зашли в магазин что-то купить, они вас могут угостить чачей. Вот. А чача у вас какая? Ну, хорошо, на меду, на персиках, на чем? Чача с виноградом. А у вас виноградная чача? Да. Ну, виноградную. Ну, конечно, и медовую мы пили уже, и с персиком пили. Ага, а это соус какой-то, да? А этот кемали. Кстати, делается из слив, очень интересный. Вот так вот. Специи тоже различные, очень классные, очень вкусные. Уже как-то пробовали. Дороги, домой. Я решила зайти на фруктовый базар. Хочу показать вам цены. Вот эта потрясающая вещь. Персимон. Как вы говорите? Сушеная хурма. Сушеная хурма, да. Очень вкусная вещь. Орешки. Осим лари. Яблочки зеленые, яблочки. Красненькие. Три пятьдесят киви. Девочка набирает. Соответственно, все покупают. Этот очень известный маленький базарчик находится по улице Чавчавадзе. Показываю вам стоимость на фрукты. Обратите внимание. В принципе, у них все есть. И это все очень-очень вкусное. Человек у нас в кадре. Обратите внимание, есть виноград. Есть... Все есть. Все, что вы хотите. Также есть клубника. Клубника уже по десять лари. Есть арбузы? Необычной формы. Манго-кокосы. Вот таким вот образом выглядят турецкие мандаринки. Вот. И стоят они четыре лари в килограмм. А это грузинские мандаринки. Они тоже четыре. Они немножко меньше, но тоже очень сладкие. А, вот это интересная штука. Каштаны. Ну, это особенные каштаны. Их можно кушать. У них находится большое количество каких-то полезных веществ. Ну, и этот базарчик простилается и длится аж, скажем так, до ресторана Хинкали, который находится вот там, где эти красненькие огонечки. Видите? В самом-самом конце. Вот, друзья, Кристина пошла, купила мандарины. Значит, два ящика и апельсинчики грузинские. Очень много килограмм. Получилось все 30 лари. 10 долларов. Представьте себе. Из сада. Это просто невероятно. Ну, килограмм 15 точно есть. Мандарин и килограмм 20 апельсин. Господа, на секундочку. Как прекрасно жить в Батуми. Задумайтесь. Ну, вот, мало мы не любим. Мы любим много. Поэтому, вот, в итоге мы имеем 20 килограмм апельсин. И здесь 5, и здесь 10. И 15 килограмм мандарин. Красота!